Нарисовать нос, как рисовать нос поэтапно. Привет, я Дарья Позняк и сегодня второе видео на тему как рисовать нос. В прошлом видео мы совсем базово разобрали, совсем простую схему построения носа. Сегодня мы разберем чуть сложнее вариант. Я сделала подготовительный рисунок, такой конструктивный маркером заранее, чтобы не тратить время уже. И этот же рисунок перенесла на акварельную бумагу. И сейчас я буду акварелью этот нос моделировать. Хотела обратить ваше внимание, в прошлом видео я рассказывала, что вот эта центральная точка носа, она немножко выше, чем края ноздрей. То есть видите, по горизонтали она немножечко выше. На том референсе, с которого я рисовала, это действительно так. Но также бывает, что наоборот, вот эта точка ниже, а эти выше. И бывает еще так, что один и тот же нос с разного ракурсов может казаться, что вот эта точка выше, или что вот эти точки выше. Это все происходит из-за того, что лицо, оно не прямое, оно кругое. Оно имеет такую сложную выпуклую форму, и с разных ракурсов вот эта вот разница, там в пару миллиметров, она действительно будет разная. Что значит здесь самое главное? Вы когда рисуете, вы просто обращайте внимание вот так горизонталью, смотрите, какая точка у вас выше, какая точка у вас ниже. Старайтесь не делать их в одну линию композиционно, и вообще это будет не очень выигрышно. Лучше, чтобы у вас всегда была разница. Или эти две точки чуть ниже, или серединка чуть ниже. Просто обращайте внимание на это в натуре, когда рисуете. А теперь давайте начнем. Я сегодня не стала замачивать лист снизу и сверху, потому что я решила, что очень долго ждать, когда он сохнет. Давайте будем сразу же заливать. Я единственное, что буду сначала смачивать кусочек водой, а потом его заливать. Я хочу залить сейчас всю боковую поверхность носом вот эту большую площадку легким тоном. Теперь по мокрому, когда я кладу тон, видите, как он легко, хорошо распределяется. Так, пока у нас это подсыхает, можем положить этот жетон вот здесь. Кстати, можно положить сразу же с падающей тенью, потому что на самом деле тень тоже важно изображать, потому что нос он как бы не может же парить в пространстве, в невесомости. Он же в среде, он же находится на каких-то изгибах. Так, и вот здесь пока не высохло, я утемняю, потому что здесь у нас идет тенюшечка. Тут немножко рефлекс. Не потекло, ничего страшного. Так, давайте сделаем сразу вот эту темную площадку, которая точно направлена вниз, которая точно будет теневой. Так, и теперь сразу теневые моменты посадим вот здесь внутри ноздри. Здесь теневой момент. Вы помните, я говорила, что мы всю ноздрю как бы одной такой овальчиком не закрашиваем. Могу сделать там тенюшку и здесь тенюшку. Чуть-чуть их как бы соединить, как я рассказывала на прошлом видео. Так, сейчас пока у меня подсыхает чуть-чуть, давайте. Чуть-чуть я утемню. Вот здесь уже почти высохло. Вот здесь утемню. Вот здесь вот у носа есть чуть-чуть место потемнее. Эта форма, она не очень сильно выражена. Тут на самом деле не очень понятно, как именно идет это затемнение. Но тем не менее, они где-то примерно здесь есть. И вы, конечно же, внимательно смотрите на натуру, когда будете рисовать, как именно у вашей натуры будет это теневое место. Так, теперь я хочу легким тоном, пока у меня вода еще чистая, залить. Смотрите, световое у нас место вот это. Вот по вот этому референсу смотрим. Вот это место и вот это. Вот эти, они как бы немножко начинают уже от света отворачиваться. Поэтому мы их можем капельку уже тонировать. Оставляю блячок. Блячок может быть в разных местах. Смотрите по вашему референсу. Может быть вот здесь на стыке, или вот здесь, или где-то еще немножко. Я вот решила, что у меня будет вот тут он находиться. Так, вот это тоже я могу сразу немножечко. Вообще, в принципе, вот это вот место тоже может уходить в тень. Я просто не хочу этого делать, чтобы мне вот тут вот лучше читалась форма. Но на самом деле оно не обязательно будет световым. Скорее всего, даже оно световым не будет. То есть здесь будет легкий тон. Так, что еще? Давайте закроем. Вот здесь высохло. Закроем всю вот эту вот площадку. Вот здесь вот может быть блячок. Нужно смотреть. Так, и очень часто вот это место может выходить немножко более светлым. Вот так. Давайте я вот этот малюсенький плечок тоже попробую сделать. Вот, вот так вот. Тут у меня подсыхает. В принципе, мы почти закончили. Что можно еще сделать? Можно еще немножечко утемнить. Вот здесь внутри, потому что вот это теневое все-таки внутри места. И также эта тень начинает вот тут под носом как-то распределяться. Я сильно ее не стала прорисовывать, потому что у меня лицо не нарисовано. Но тем не менее я ее наметила. Так, ну давайте, наверное, акценты я поставлю, потому что высыхает и становится как-то бледненько. Не знаю, как у вас на видео это будет видно. Хорошо ли вам будет это видно. Поэтому давайте я пройду, поставлю акценты. Надеюсь, что не потечет. Так, я бы сделала еще акцент вот здесь. Сюда бы уже сводила, но нет. Сделала акцент вот здесь. Отделить эту форму. То есть я вот здесь как бы нарисовала сильно конструктивно. Тут я уже пытаюсь сделать немножечко мягче. Но все равно вы видите, что довольно конструктивно у меня получается. Здесь я думаю все-таки, что у меня вот эта часть носа все-таки будет темнее, чем тень. Вот я так решила. Хотя, может быть, и наоборот. И плечок, видимо, придется мне пригасить. Так, еще хочу утемнить. Вот здесь выделить, что у меня боковая часть чуть-чуть темнее, чем нижняя. Ну и тут пытаюсь свести на нет это все дело. Так. И сюда нужно бы сделать мягкий переход. Все-таки от этого темного тона мягкий переход. Вот такая растяжечка. Еще мне хочется сделать одно место. Не знаю, как. Вот здесь я хочу сделать, что тень немножко темнее, чем нос. Попробуем. Когда мы вот работаем, что темнее, объект или фон, фон или объект, очень сильно можно выделять. Это очень хороший прием. Нет, вот здесь мне не нравится, что я сделаю. Я сделаю ноздрю темнее, чем фон. Не знаю, можно ли это выбрать. Сейчас попробую. Да, немножечко можно. Так, вот здесь слишком сильный получился рефлекс. Видите, да? Вот я как бы жду, когда немножечко подсохнет капельку. И сейчас я этот рефлекс чуть-чуть пригашу. Но при этом оставляю вот эту вот падающую тень темнее. Ну, я так решила. Можно делать и так, и так. Как вам захочется. Сейчас тут тоже чуть-чуть подсохнет, и я так же сделаю. Сделаю линию, полную линию, длинную не проводите. Старайтесь не обводить. Делайте, чтобы у вас была просто граница мазка. Стык темного и светлого. Даже если какую-то линию я провожу, я ее делаю коротенькую. То есть не обвожу все в ней, всю длину. Чтобы была такая звонкость. И вот тут еще. Чтобы вот тут форма основания носа была более вкусной, я ее на треугольник свожу. То есть не прямоугольная такая форма, а на треугольничек. Так будет немножко звонче. И давайте я поставлю втулков. Вот так. И на этом все. А с вами была Дарья Поздняк. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Дарья Поздняк.